Минская конечная остановка. Здесь переводят дух и пропускают стаканчик чая десятки водителей пассажирского транспорта. Маршрут многих автобусов пролегает через весь город. Кто и на чем нас возит, проверили в среду представители общественной палаты, сотрудники ГИБДД, Ространснадзора и Комитета по транспорту. Мы смотрим наличие огнетушителей, смотрим какая у них накачка. То есть если на зеленой где-то отметке, значит они накачаны нормальные. Должен быть два огнетушителя, это не такое. Смотрим наличие аптечек. Вот сейчас, например, в третьем маршруте там уже просрочено все. То есть их надо менять однозначно. Если какая-то экстренная ситуация, то оказать помощь жителям будет бинтами, которые уже там распакованы. Смотрим наличие информационных стендов, где указывается перевозчик, где указывается схема маршрута, стоимость. И сведения о страховке. Наличие технических неисправностей, соблюдение расписания движения, законность и обоснованность работы на маршруте проверяется все. Мероприятие плановое. На водителей данных маршрутов поступали жалобы от граждан. Действительно было поводом для совместного мероприятия предложение госавтоинспекции. Но кроме того, основанием еще и послужило ряд жалоб граждан на нарушение правил дорожного движения водителями. Ну и также там отдельные случаи нетактичного поведения в отношении пассажиров. То есть в данный момент мы не только проверяем транспортные средства на наличие неисправностей водителей на соблюдение правил дорожного движения, но также еще и проводим профилактические беседы с водителями о важности вежливого и тактичного поведения с пассажирами. Водители, мягко говоря, недовольны. Считают, что к ним придираются. Хотя у некоторых даже элементарной аптечки нет. В этой тройке ездить небезопасно. Аптечка есть, но открывается только с применением физической силы и отвертки. Этот же водитель пренебрегает не только безопасностью пассажиров, но и своей собственной. Ремень неисправен. Ну а соблюдение графиков движения, по словам местных жителей, проверять нужно не днем, а вечером. После 9 вечера с нашего района не уехать в центр. К тому же московскому поезду трудно добраться. Из центра только в 21.30 едет автобус. Днем лишнее количество машин. Официально должно быть 14 единиц. Можете заглянуть в реестр комитета по транспорту. Там это все отражено. А по факту их работает гораздо больше. 16-20 автобусов. Соответственно, днем можно простоять по 20 минут. Вот хотелось бы обратить на это внимание. Рано утром, когда ты приезжаешь с ласточки, идешь от жидовокзала пешком, и стоишь час до 7 утра в выходной день. То есть ты не можешь тоже добраться только на такси. Впрочем, и утром было на ком заострить внимание. Это транспортное средство сняли с маршрута, поскольку перевозка пассажиров осуществлялась без лицензии. К ответственности будет привлечен собственник. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.